Скупой платит дважды. Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Какие там еще есть поговорки? Ложная экономия. Это когда ты покупаешь процессор прошлого поколения, чтобы вкинуть все деньги в видеокарту, или китайскую материнку под Xeon, а через несколько лет все это продаешь за копейки, чтобы собрать ПК заново. Конечно, сейчас мало у кого есть деньги сразу на мощную систему, но существует несколько достаточно простых правил, как собрать ПК на вырост и сэкономить в будущем. Сегодня мы как раз разберем все это на примерах. Как правильно подобрать железо под будущий апгрейд, на чем сэкономить, а что сразу нужно брать топовым, какие процессоры, платы и видеокарты выбрать, и где это все подешевле купить. В общем, на связи МК. Сегодня говорим о тактике сборки ПК под будущий апгрейд. Поехали. Вот и прошла технологическая конференция для разработчиков и экспертов в области IT SmartDev 2023 от Сбера, про которую мы вам уже рассказывали. На конференции выступили эксперты из крупных отечественных и зарубежных IT-компаний, например, главный технический директор, руководитель блока технологии Сбербанк Андрей Белевцев. Впервые в России выступил генеральный директор GT, китайского аналога GitHub, а также генеральный директор лаборатории Касперского Евгений Касперский. Сбер анонсировал планы развития своих гига-сервисов и запуска новых. Библиотека GigaChat API позволит бизнесу развивать свои проекты при помощи ИИ. Типичные стандартизированные сценарии ускорят интеграцию. Нейросетевая платформа GigaCode автоматически сгенерирует продолжение кода на основе его фрагмента, найдет уязвимости в коде и в разы увеличит производительность разработчиков. GigaCode уже интегрировали множество IT-компаний в России. Сервис Gitverse, аналог зарубежных Git-репозиториев, служит для совместной работы над проектами с открытым и закрытым кодом. Салют-бот вместе с GigaChat позволит создавать чат ботов с использованием искусственного интеллекта. При этом, даже если общение пользователя с ботом выходит за типичный сценарий, подключается нейросетевая модель, которая пытается решить вопрос. В общем, представлено было многое, спикеры были из разных компаний. Посмотреть трансляцию мероприятия вы можете по ссылочке в описании. Уверен, каждый найдет для себя что-то интересное. Самое главное ограничение любой сборки, особенно если хочется иметь возможность апгрейда, это, конечно же, бюджет. Формула 1000 долларов за добротный системник еще со времен, когда я был ребенком, не изменилась. Вернее, она изменилась, сейчас это 95 тысяч рублей, но, разумеется, порог вхождения в мир современных ПК куда ниже. 1040 или 45. И сразу на опережение отвечаю на комментарии. Да, разумеется, можно собрать компьютер дешевле, и он даже потянет современные игры. Но, скорее всего, это будет какой-нибудь очередной Хуанан с Зеоном, может быть, что-то на предыдущем поколении Intel Core или Ryzen 1000 серии. Разумеется, на самых дешевых платах, с б.у. или умайненными картами. Иными словами, ни о каком серьезном апгрейде речи нет. Тут, скорее, больше вопросов, сколько это все проработает. Именно поэтому, главное правило сборки под апгрейд – железо должно быть свежее как в физическом плане, так и в техническом. А это значит никакого БУ и только актуальные сокеты. Комплектующие под старье не просто так стоят дешевле. Магазины отлично знают, что у него просто нет будущего. Вот, в принципе, и все, от чего нужно отталкиваться. Теперь переходим к примерам. Их будет несколько. Что можно собрать тысяч за 40, чтобы через пару-тройку лет это прокачать и снова радоваться высокой производительности? Разумеется, поместить в такой бюджет современную карту не получится. Хватит лишь на GT 1030. Но зачем, когда есть мощный процессор с обстроенной графикой, которая даже быстрее? Многие уже поняли, речь о Ryzen 5 5600G. Шестиядерный процессор, пусть и не на самой новой, но все еще бодрой архитектуре Zen 3, позволяет абсолютно без проблем играть в современные игры с 60 плюс FPS. Но самое главное, внутри хорошая графика Vega 7. Это, конечно, даже не 780M в новых мобильных Ryzen 7000. Не стоит рассчитывать, что она потянет новинки на ультрах, но в киберспорте проблем у нее нет вообще. Потянет даже киберпанк, спасибо FSR. А нестареющая классика типа третьего Ведьмака лагать не будет. Да, не предел мечтаний, но я думаю, пересидеть на такой встроенной карте полгода, копя на дискретку, можно. А какую видеокарту прикупить к 5600G? Любую, вплоть до RTX 4070 или RX 7700 XT. И можно будет замахнуться на быстрые 144-герцовые мониторы, так как 5600G способен отрисовать сотню кадров в современных тяжелых игрушках. Тактика правильного апгрейда заключается в том, чтобы иметь возможность прокачать в системнике абсолютно все, кроме фундамента в виде материнки и блока питания, в том числе и процессор. А на что можно заменить в будущем 5600G? Да хоть на лучший игровой процессор под АМ4 5800X3D. Этот камень с кучей кэша до сих пор дает прикурить даже топовым Intel Core 12-го поколения и напрямую конкурирует со свежей AMD-шной 7000-й серией. К нему можно повесить хоть 4090, хоть 7900 XT, короче говоря, сборку за 40K можно разогнать до топового игрового ПК. И в комментариях правильно отмечают, на компьютере не только запускают игрушки. Нужно много ядер? Вот вам сразу 16 в Ryzen 9 5950X. Если это перебор, можно остановиться на 12-ядерном 5900X. Они, кстати, активно дешевеют и через пару-тройку лет вполне возможно скинут еще десятку-другую тысяч рублей. А по рабочей производительности сейчас им могут составить конкуренцию разве что свежие Core i7 и i9 или же такие же по числу ядер 7900X и 7950X. С первым примером определились, пока берем 5600G, про синих мы еще поговорим. Но где его покупать? В нашей рознице они стоят значительно дороже. А кремний есть кремний. Если после покупки он заработал, то никаких проблем быть не должно. Поэтому камушек можно смело брать с Али на ягодах или Озон Глобал. Гарантии в пару недель более чем достаточно для тестов. Найти 6-ядерник можно за 9-10 тысяч рублей. Чтобы иметь возможность прокачать достаточно холодный Ryzen 5 5600G на что-то более быстрое, имеет смысл сразу вкинуться в хороший кулер. Благо сейчас уже многие производители второго эшелона научились делать супер-башни за недорого. 5-6 теплотрубок, 120-я вертушка и 200 Вт теплоотвода. Этого хватит, чтобы справиться с топовым Ryzen 9 5 950X даже в Sinebench R23, удерживая температуру ощутимо ниже 90 градусов. При этом обойдется такое решение от Deep Cool или ID Cooling не дороже 3-5 тысяч. Никакие водянки нам тут не нужны. Но самое главное, топовый процессор накладывает свои ограничения на материнскую плату. И это не значит, что нужно все бросать и бежать за топовой материнкой на X570. Как мы уже рассказывали в одном из предыдущих роликов, в этом нет никакого смысла. Все-таки девиз нашего видео – баланс. Про бездумный оверклокинг поговорим как-нибудь потом. Поэтому AMD B550. Таких плат сейчас много, от полного дешмона до топов, на фоне которых бледнеют даже некоторые материнки на X570. Разброс по ценам там трехкратный, но вот что самое главное. Очевидно, 4 слота под ОЗУ. Во-первых, сейчас уже даже в системных требованиях новых игр просит использовать двухканальный режим памяти. А у нас еще процессор с графикой, который от двухканала начинает дышать полной грудью. Соответственно, два слота у нас будут заняты из коробки. Еще два нам нужны под дальнейший апгрейд. Остается только определиться с объемом. Хотя, что тут определяться? На 8 гигабайтах с постоянными фризами сейчас далеко не уедешь. Особенно с учетом того, что часть ОЗУ откусит себе интегрированная вега. 32 гига, конечно, уже есть в системных требованиях некоторых игр, но в основном для 4К и ультра настроек. Нашей в стройке этого не светит, а вот 16 гигабайт – то, что нужно. Такого объема хватит абсолютно всем играм на высоких настройках графики, то есть при покупке среднеуровневой дискретки в будущем дополнительно раскошеливаться на ОЗУ, скорее всего, не придется. Что касается частоты, то здесь все просто. Абсолютно все Ryzen 5000, даже если вам максимально не повезло в кремниевой лотереи, поедут на 3600 МГц. А чтобы память заработала на такой частоте, она должна быть из более-менее новых чипов. Там есть шанс разгона до 3800, а может даже 4000 МГц. Что положительно скажется на производительности не только процессора, но и интегряшки. В общем, нам нужны два модуля по 8 гигабайт DDR4-3600, которые обойдутся тысячи в 4 рублей. Экономить и лезть на китайские площадки не стоит. Почему мы рассказывали в одном из прошлых выпусков. Если нужно, в будущем докупите еще два модуля по 8 и будет 32. Игрушки даже в 4К на ультрах потребляют обычно не более 20-25 гигабайт. Запас как минимум до выхода новых консолей к году эдак в 28. Ну а если для работы нужно очень много памяти, можно воткнуть модули по 32 гига. Чипсет B550 поддерживает до 128, никаких проблем с этим нет. Вернемся к материнской плате. Нам нужна качественная зона питания процессора. Да, 5600G достаточно холодный, его можно втыкать даже в простейший чипсет A320, но вот 16-ядерный 5-950X в рабочих задачах может кушать больше 150 Вт. Так что минимум 6 фаз питания и нормальный металлический радиатор, а не просто полосочка фольги, как в китайской ОЗУ. Тут уже смотрите обзоры и желательно с применением тепловизора. Ну и еще одна рекомендация – наличие металлизированного слота PCI-Express. Если вы держали в руках современные видеокарты в 3-4 слота, знайте, что весить они могут много. Пластиковый слот, даже с дополнительным держателем, такие карты рано или поздно могут раздраконить, и лучше, чтобы они были крепкими. Сейчас это не редкость, большинство среднеуровневых и топовых плат на B550 имеют обшитые металлом PCI-Express слоты. Все остальное – вкусовщина и конкретные задачи. Можно найти даже платы с четырьмя слотами под M.2 или парочкой полноценных PCI-Express. Хотелки ограничены только вашим бюджетом. В среднем хорошая плата выйдет в 11-12 тысяч рублей. Брать из Китая не стоит. Нам нужно новое брендовое из гарантий. А цены у нас отличаются не сильно. Следующие на очереди накопители. И вот тут я может кого-то удивлю, но дешевые SATA решения медленно уходят в прошлое. Да, на них без проблем все заработает, но игрушки из-под новых плойок и Xbox'ов с их быстрыми NVMe дисками и поддержкой технологии Direct Storage уже демонстрируют разницу, которую видно невооруженным глазом. А таких игр будет все больше и не всегда с хорошей оптимизацией. Мы тут подбираем железо наперед, поэтому под систему и новые игры SATA брать не будем. А вот вторым или третьим отличный вариант. SATA SSD отлично подходит и под постген игры, где их отставание от NVMe минимально, и под рабочий софт. Технологии Direct Storage поддерживают любые NVMe диски, даже основанные на PCI-Express 3.0. Тесты показывают, что разницы в загрузке игр с четвертой или даже пятой версии практически нет. Но если она появится в будущем, возьмем новый SSD уже на PCI-Express 4, а старый на третьем сделаем вторым. Поэтому единственное, что нужно сделать, определиться с объемом. По моему личному опыту, 512 гигов мало. Когда я тестирую устройство с таким объемом, постоянно приходится удалять часть игр, чтобы поставить новые. Флэш-память сейчас активно дешевеет. Докиньте еще 1000 рублей до терабайтного SSD, и гораздо реже будете стоять перед выбором, что же в этот раз удалить. И пожалуйста, не покупайте за основу китайский SSD на Алике или каком-нибудь Озон Глобал. Это не просто слова. Мы провели тест пяти таких накопителей, и крайний вердикт, китайцы продают мусор без гарантии. В любом крупном сетевом магазине за терабайтник попросят 4000 рублей с гарантией. Конечно, данные на таком тоже будут в легкой опасности, но если не данные, вернете хотя бы деньги. Дальше идет венец стабильности работы всей сборки – блок питания. Маркетинговые теплопакеты процессоров и видеокарт покоряют все новые высоты. И сейчас 300-ваттная карточка и 200-ваттный процессор уже считаются нормой. БП на полкиловатта уходят в прошлое. Да, для 5600G вместе с какой-нибудь RTX 4060 этого хватит, но раз мы думаем о будущем, лучше сразу взять хороший блок ватт на 800-850. DC-DC, максимум защит, японские конденсаторы и сертификат 80+. Стоит такое чудо 189. Да, дорого. Зато такой БП сможет увидеть не один ваш апгрейд. Ну и финиш корпус. Основных критериев тут два. Во-первых, должна поместиться ваша башня, длинная видеокарта и выбранная материнская плата. Во-вторых, нужен хороший продув спереди. А в фильтрах маркетплейса выбираем металлическую сетку. Остальное вкусовщина. Можно со стеклом, USB-C, реабасом для подключения вертушек. Тут уже решайте сами. На вентиляторах пока можно сэкономить. 5600G под здоровенной башней и так будет чувствовать себя нормально. Хороший корпус обойдется в 4-6 тысяч рублей. Брать из Китая опять смысла немного. Доставка выйдет в половину цены кейса, а доставщиком может оказаться Ace Ventura. Вот и все. Мы уместились в 40-45 тысяч и собрали минимально игровой рабочий ПК с хорошим запасом. Да, цена немалая за системник без дискретки, но это тот случай, когда у ПК есть будущее, которого нет у Xeon с замайненной 1660, который придется через несколько лет продавать и вновь тратиться на компьютер по полной стоимости. Ну, допустим, сидеть на интегряшке не ваш вариант. Внесем небольшое изменение в нашу сборку на AM4, чтобы сразу взять хорошую среднеуровневую карточку и пропустить первый этап апгрейда. В какую сумму встанет такой левел ап? Давайте посчитаем. Раз в ПК сразу будет дискретка, можно сэкономить и взять процессор без интегрированной графики, а именно Ryzen 5 5500. Фактически он отличается от 5600G только отключенным iGPU и чуть сниженной частотой. В остальном это тот же уровень производительности, но стоит на пару тысяч дешевле. Берите, как уже говорил, там, где удобней и выгодней. Теперь самое сложное. Видеокарта. Мы говорим про нормальный игровой и рабочий ПК, значит смотрим на карты с 60 индексом. Это всегда была золотая середина. В свежем поколении что-то пошло не так. RTX 4060 совершенно не радует 8 гигабайтами памяти и урезанной шиной. При росте производительности всего в 10% относительно RTX 3060, но уже с 12 гигабайтами памяти. При этом свежие карты Ада Лавлейс поддерживают DLSS 3, что позволяет временами удвоить производительность в игре ценой легкого мыла и артефактов. Возможно, для кого-то это выгодный обмен, с учетом того, что 4060 и 3060 стоят сравнимо. Есть еще AMD со своей RX 7600, там тоже 8 гигов и вырезанная шина, но зато уровень RTX 4060 при более демократичной цене. Правда, с трассировкой у нее все плохо, а красный FSR по качеству до DLSS не дотягивает, ну и в рабочих задачах тоже могут быть проблемы. Есть еще Intel с их арками A750 и A770, которые временами аж на 10 тысяч дешевле конкурентов в лице RTX 3060, но с прицепом убогого ПО и сырыми драйверами, которые могут подкинуть фрезы и артефакты. Здесь все упирается в требования к карте. Нужно много видеопамяти. RTX 3060 за 30К. Играем в свежие проекты с никакой оптимизацией. RTX 4060 с DLSS 3 за 35. Вы революционеры, верите в потенциал и будущее. RX 7600 за 30К или же ARK A750 за 22. В случае с такими карточками нет смысла лезть в топовые решения, типа MSI Supreme или ASUS ROG, среднеуровневые GPU достаточно холодные. Брать видеокарты на маркетплейсах можно, но только у крупных магазинов. Пару тысяч сверху за гарантию заплатить придется. Такой апгрейд поднимает стоимость сборки до 65-75 тысяч. Это все еще дешевле тысячи долларов, но уже с отличной игровой и рабочей производительностью. При этом, разумеется, возможности апгрейда дальше масса. И по процессору, и по видеокарте, и по памяти. Но не только AM4-1. Нравится Intel, есть LGA1700, который тоже формально еще жив и даже получит сомнительные рефреш-процессоры 14-го поколения. Начинать будем с i5-12400F. 6 ядер, 12 потоков. Производительность, как у старого топа i9-9900K, с гораздо меньшим энергопотреблением и ценой. Его можно назвать золотой серединой для 1700-го сокета. Мы его тоже тестировали, а в одном из предыдущих роликов показали, что четырехъядерный i3-12100 уже со скрипом тянет новинки. Особенно, если забыть закрыть фотошоп в фоне. Поэтому шестиядерный i5 – то, что доктор прописал. Его цена колеблется в районе 12 тысяч рублей. Возможностей по апгрейду в будущем масса. Для игр это братья-близнецы i5-13600K или 14600K. Да, 14-е поколение на момент выхода этого ролика еще не анонсировано, но сливы уже дали полную картину об этих рефрешах. Оба камня имеют шесть рапторных ядер и восемь малых. Различие лишь в дополнительном разгоне на пару сотен МГц. Разница невелика, так что смотрите на текущую цену. Что касается производительности, то в играх это уровень Ryzen 7 5800X 3D. То есть к ним в пару можно ставить хоть 40, 90 или 7900XT. А вот с рабочими задачами сложнее. С одной стороны есть безоговорочные топы в лице 24-ядерных i9-13900K и 14900K. С другой, потребление этих процессоров внушает уважение. При полностью снятых лимитах 13900K уходит за 200 Вт в реальных задачах. Поэтому логичный максимум это 16-ядерный i7-13700K или будущий уже 20-ядерный 14700K. Количество больших ядер у них совпадает с i9, 8 штук. Разница в пару сотен МГц частоты не будет заметна на практике. Малых ядер у i9-16, тогда как у i7 их 8 или в будущем 12. Это даст основное различие в производительности, но не слишком большое. i9-13900K быстрее i7-13700K лишь на 10-15%. При этом i7 гораздо холоднее и в среднем в рабочих задачах его потребление не дотягивает до 150 Вт, что позволит сэкономить и на охлаждении, и на материнской плате. Так что i9 для LJ-1700K пускай покупают те, у кого есть лишние деньги. А вот ограничение в 150 Вт позволит нам отказаться от дорогих водянок в пользу более доступных суперкулеров. Критерии все те же. 5-6 теплотрубок, 120-я вертушка и 200 Вт. Башня за 3-4 тысячи рублей вытянет i7-13700K даже в стрессовых нагрузках. Голодный процессор – головная боль любой материнской платы, а точнее ее зоны питания. Но, как я уже говорил, тратить свои кровные на топовый чипсет бессмысленно. Разгон умер, а для обеспечения работы быстрых i5 или i7 хватит и качественной доски на B660 или B760. Ищем решение с 8-ю фазами и нормальным радиатором. Смотрим обзоры с тепловизором, не забываем про 4 слота под ОЗУ и металлизированные PCI-Express. 700-я линейка чипсетов на рынке уже давно, выбор в крупных магазинах достаточный. Отдать за хорошую доску придется 12-15 тысяч рублей. А ведь еще 5 лет назад за эти деньги бралась плата на Z370. С оперативной памятью тут есть два пути. С одной стороны, если вы хотите собрать ПК на будущее, нужно взять DDR5. С другой стороны, на данный момент разницы с DDR4 практически нет. Ширина шины по сравнению с DDR4 не изменилась, а вот задержки ощутимо выросли и лишь с трудом нивелируются увеличенной пропускной способностью. Сейчас DDR5 на считанные проценты быстрее хорошей DDR4, но стоит минимум вдвое дороже. Вполне возможно, что ситуация изменится с переходом памяти 10 ГГц рубежа, но никто не гарантирует, что такие быстрые модули потянут платы и процессоры на LGA1700. Так что логичнее остановиться на DDR4 3600, по возможности ее разогнать до 3800 или 4000 МГц. По объему также две планки по 8 ГГц, этого сейчас на все хватит. В будущем этот объем можно удвоить или даже утроить, если вы возьмете сразу модули по 16 ГБ. Все остальные комплектующие те же самые, что и в варианте для AM4. Видеокарта среднячок, терабайтный SSD, надежный BP ватт на 800-850 и продуваемый корпус. В итоге стоимость пк под апгрейд на LGA1700 будет дороже, порядка 75-85 тысяч рублей. Ну такая плата за синий процессор. Если вы смотрите в совсем далекое будущее, стоит рассмотреть AM5. Компания выпустила для него годный шестиядерный Ryzen 5 7500F за 15 тысяч. О нем мы рассказывали в одном из прошлых роликов. Платы под AM5 тоже активно дешевеют, а за DDR5 уже не нужно отдавать половину почки, как год назад. Прошлый сокет AM4 получил аж пять поколений процессоров и поддерживается уже больше шести лет. Так что покупка AM5 на старте выглядит хорошей инвестицией в свой ПК лет эдак на десять. Но для этого, разумеется, не стоит экономить на плате. Хотя с 7500F без проблем справляется любая самая дешевая доска на чипсете А620, что мы тоже проверили, топовый X670 нам тут не нужен. Снова останавливаемся на среднем B650. Основной упор по классике на VRM. Даже сейчас 16-ядерный Ryzen 7000 могут потреблять под 200 Вт. А с учетом проблем в освоении новых техпроцессов и любви AMD к увеличению числа ядер, на зоне питания экономить не нужно. 8-10 фаз, радиатор, чем жирнее, тем лучше. Разумеется, 4 слота под ОЗУ, металлический PCI-Express. В общем, все как обычно. И да, в данном случае доска будет стоить дороже процессора. Хорошее решение обойдется тысяч в 20 рублей. Дорого. Но лет через пять вы будете рады тому, что не сэкономили сейчас, ставя в нее 32-ядерный Ryzen 9 9950X. А вот с оперативкой на М5 все просто. Модули DDR5 на 8 гигабайт не обеспечат максимальной скорости. Поэтому надо брать две планки по 16 гигов. Что касается частоты, то здесь не нужно думать. Хотя АМ5 научился работать с высокочастотной DDR5, отдавать 30-ку за комплект на 8000 МГц не нужно. Разница с комплектом, который в два раза дешевле, на 6400 или 6800 МГц, будет от силы 5% в играх и в рабочих задачах. И да, скорее всего в будущем ОЗУ вам все равно придется поменять. За пять лет DDR5 гарантированно выйдет за пределы 10 гигагерц и подешевеет. По SSD блоку питания и корпусу никаких изменений. Все советы из минимальной сборки за 40 тысяч рублей применимы и здесь, так как максимум апгрейда всех этих сборок в среднем одинаковый. Чего не скажешь о стоимости. Все-таки АМ4 остается достаточно дорогим. Хороший ПК под апгрейд 7500F и 4060 встанет минимум в 90 тысяч рублей. А это как раз около 1 килобакса. Теперь структурируем. Минимальный порог вхождения в мир качественных ПК с апгрейдом это 40-45 тысяч рублей с Ryzen 5600G со встройкой напересидеть, пока не появятся деньги на какой-нибудь RTX 4060 или RX 7600. Если видеокарта нужна сразу, то на АМ4 это будет 65-75 тысяч рублей на Ryzen 5 5500. Если нужна синяя платформа, докидываем еще около десятки на i5-12400, который вместе со средней карточкой справится в Full HD на высоких с любой игрушкой и в каком-нибудь монтаже позволит работать в 4К. Но если хочется заложить базу под апгрейд совсем надолго, присмотритесь к АМ5. В таком случае даже среднеуровневая сборка может выйти за пределы 100 тысяч рублей. Зато вы на долгие годы забудете об апгрейде базовых комплектующих, меняя только процессор, видеокарту и докидывая ОЗУ. Фух, я надеюсь, мы все объяснили, разобрали. Если есть какие-то дополнения или вопросы, жду вас в комментариях. Надеюсь, вы подписаны на МК тут на YouTube и нашем Telegram-канале. Мы там ежедневно публикуем интересные IT-новости, свежие. Никто не отписывается, подписчики растут, поэтому я думаю, вам там понравится. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин, все ссылочки в описании. Еще увидимся, пока.